Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Начала записывать, и что-то у меня не записывается. Минут 7-10 болтала-болтала, потом гляжу, хотела делать продолжение. У меня там какая-то вышла фигота. Ну, не знаю, что за фигота получилась. Ну, короче, что я здесь уже болтала, то уже наболтала. Ладно, пусть будет так. Так, ну что, давно мы с вами ничего не готовили. И сегодня я решила что-то приготовить. У нас стоит необыкновенная жара. Смотрю, многих блогеров готовят окрошку. Если честно, мне прям охота окрошки. Но мы обязательно с вами её приготовим. То есть некоторые её готовят и с квасом, некоторые готовят её и со сладким квасом, некоторые готовят её с кефиром, некоторые с добавлением минералки. Знала даже одну девушку, одну девушку знала. Ну, для меня это было дико. Но, в принципе, если она так готовила, значит, имеет место быть. Но здесь почему для меня это дико? Единственное, мне кажется, что после такого блюда будет несварение желудка. Я вот даже начала говорить, и у меня уже как. Вот. Значит, а почему несварение? Потому что она говорит, ну, всё как обычно, колбаску, огурчик там все нарезают. И потом из-под крана наливаешь воду и добавляешь уксус. Вот для меня, что кажется, вроде бы как не совсем обычно. Вода из-под крана. Но, в принципе, в принципе, здесь я всё понимаю действия. Если добавляешь уксус, то тогда и получается не фигня, а настоящая окрошка-мигня, да? А вот. Но, что говорю, хотела готовить бы я окрошку. Вот. Но потому что жарко у нас уже который день. Прям такая сильная-сильная, хорошая жаришка. Вот. Так как я сейчас мусор выбрасываю. Так. Но, так скажем, мужа угостили кроликом. Кроликом мужа угостили. Сейчас я вам его покажу. Вот он, кролик наш. Так. Вот так видно вам хорошо. Вот. В принципе, я бы сама не купила. По-моему, ну, как мне кажется, что кролик, он сам по себе дороговатый. Но, раз угостили, значит, угостили, он принёс. Видно, что он такой небольшой. Кусочки все маленькие. Вот. Всё. Я его нарезала, кстати. Если кто не знает, ну, я думаю, многие знают, у кролика очень такое, такие кости. Прямо-таки капитальные кости. Вот. И нарезала я лучка. Вот это я уже сделала всё без вас. Нарезала лучка и поставила его чуть-чуть протушиться. Морковку я сюда не добавляю, потому что у кролика такое нежное мясо. И забивать такими сильными морковью, чесноком я этого ничего не буду. Буду, естественно, вот только делать. Ну, я показываю, как я делаю своей семье. А вот. Здесь прям вот смотрите, какие капельные кусочки. Ну, я не знаю, как. Может быть, на камеру кажется маленько по-другому. Как у Юли булочка, кажется, да. Ой, смехотворие такая. У Юлечки такая булочка клёвенькая. Да, ляпов можно и нажать что-нибудь, наболтать. И ещё можно снять себя как-то не так. И ещё. И потом, глядишь, и твоё видео может просто вылететь вне туда и не сюда. А вот этот шея прям такой вот кровяной кусочек. Ну, здесь, конечно, и видно вам получилось, так скажем. Ну, маловато будет, да. Но сколько получилось. Вот. Неважно. Гарнирчик приготовлю, либо рис. Ну, мне кажется, для кролика, естественно, больше всего подходит гарнир рис. Не знаю, почему. Возможно, приготовлю макарошки. Но пока не решила. Как всегда говорю, мы, девушки, женщины, всегда можем подумать одно. А в последнюю минуту что-нибудь себе намыслить, передумать и так далее. Так, сейчас всё это дело я присолю. Всегда говорю, вы используйте специи, какие вам нравятся. Травушки, муравушки. У меня будет соль, перец и в конце, наверное, сухой укроп. Вот эту перечницу купила. У неё то включается этот свет, то не включается. Почему, не знаю. Что-то муж глядел, да, какая разница. Подсветка. Ну, так, конечно, с подсветочкой красивее, да. И закрываем сейчас крышечкой. Вот. Значит так. И всё это у нас дело тушится. Так, потом я буду добавлять ещё сметанку. Сейчас маленько протушится и буду вам рассказывать, что я делаю дальше. Так, кролик у меня тушится. И я достаю сметанку. Это я сейчас уберу. Так, сметаночку. Сейчас мы достанем сметаночку. Ля-ля-ля-ля. Что хотел сказать. Короче, вот когда лук резала, я говорю, вчера с одной женщиной разговаривала. У неё сыну 39 лет. И он не ест лук. Вы представляете? В 39 лет человек не ест лук. Ну, мне, девочки, так, вот у меня сметанка 300 грамм 20-ти процентная. Да, какая была, такую и купила. Естественно, как и в большинстве случаев по акции. Так, ну чё. И, короче, для меня вот это какая-то дичь. Вот если честно. Я знаю, многие там, допустим, выпендриваются, говорят. Ой, мы не едим варёную морковь. Ой, мы не едим варёный лук. Ой, мы то не едим. Ой, мы всё не едим. Да не знаю. Для меня, мне кажется, взрослые люди, взрослые люди. Ну, не могут, такого не может быть. Но не знаю я, короче. Вот я говорю своё мнение. А люди говорят своё. Мне кажется, это дико. В 39 лет не есть. Так, лук или ещё что там. Ну, чё, девочки, как вы думаете? Сделаем подливу жирную-жирную? Совсем жирную? Или ни к чему делать совсем жирную? Пережирную. Чуть-чуть можно и оставить. Вот столько. Вот там, на дне чуть-чуть видно вам. Сейчас, короче, посмотрим. Хотя, понятно, все мы знаем, что, не устаю повторять, кашу маслом не испортишь. Но здесь такое количество кролика, что я боюсь, что просто набуздякаешь. А этой подливы будет вагон. А мяско будет маловатенько. Конечно, маловатенький кролик. Маловатенький. Ой! Что-то я, девочки, брызгаю. Ну, потому что вот здесь очень жёсткие кости. Кости, конечно, не как у курицы. У курицы мягкие, мягкие. Вот сейчас записывала уже один раз. И не помню, в этом видео я уже записывала, вам говорила. Или в том, в котором у меня... Ну, что же это такое? Я всё брызгаю здесь, ворочаю что-то. Или в другом видео я говорила то, что, как сказать, считаю, что кролику гарнир лучше всего подавать рис. Не знаю, говорил, не говорил. Но это уж я просто так, чтобы, как скажем, в большей степени пообщаться с вами. А так, что здесь готовить? Понятно, что здесь готовить особо и нечего. Добавила я туда чуть-чуть водички. Сейчас вам покажу. Немного. А сметаны так и не стало. Вот так, как осталось чуть-чуть, так и осталось. Так, всё это дело мы закрываем. Так. И намыла овощи. Вот мои овощи. Хорошенькие. И сейчас я, ну, здесь уже нельзя не догадаться, буду делать салатик. Наш салатик вкусненький. Если кому-то интересно, можете посмотреть, чё почём я приобрела. Кто-нибудь заметил, что у меня сегодня другой салатник. А у меня сегодня другой салатник. Так, а почему, девочки? А потому, что мне затем идти неохота. И у меня сейчас нет фруктов. Я обычно вот эту вот тарелку использую как для фруктов. Вот. Купила, как и мечтала, раскошелилась. Жёлтый помидор. Конечно, он забалденно вкусный. Но они очень и очень дорогие. Ну, я вообще не знаю, для кого как. Я имею в виду для себя. Вот. Не знаю. Сейчас генерал появится. И спрошу у генералиссимуса, с чем он хочет салат. С репчатым, с чесноком. Я вот если делаю с чесноком, то делаю и с репчатым луком. Если у меня зелёный лук, то, значит, зелёный лук, укроп, петрушка. Это у меня такая разновидность. Вот. Огуречки, когда режу пополам, когда на четыре. Сегодня вот режу на три части. Потому что потому уже скоро обед. И я чуть-чуть подторапливаюсь. Потому что мужей надо кормить вовремя. Да, даже вот забыла срезать попку. Да, мужей надо кормить вовремя, чтобы они были сытые и довольные. Уже говорила в предыдущем видео, что перец меня... Я вот этот рецепт... Я всегда раньше делала огурцы с помидорами. А свекровь моя делает с перцем, с болгарским. И вот этот рецептик я у неё приглядела и начала уже делать с перцем. Ну, я, я говорю, в предыдущем видео уже рассказывала. Потому что перец, когда вот с растительным маслечком, всё это дело постоит. Это придаёт своеобразную пикантность. Ну, какой-то другой вкус, более разнообразный. Про кролика я говорила. Сейчас, кстати, гляну, сколько у нас времени. Так, 15 минут. Вот, кролик буду минут 40 час тушить. А вот, чтобы он был, это, помягче. Вот такие дела. Вот такие дела. Ну, что, дальше режу. И потом встретимся ещё с вами. Ну, что, девочки, какая же красота! Да, я не могу. Может, из-за того, что я просто это люблю, мне кажется, для меня, ну, просто чудесно. Я всегда про этот салат говорю. Ну, это же просто пролестно, пролестно. Так, генерал не идёт. Не идёт нафиг, будет есть с репчатым луком. Потому что я репчатый лук люблю. И мне пофиг. А, может быть, и не пофиг. Так, кролик у меня тушится, тушится. Ай-ля-ля-ля-ля. Дела делаются. Ой, не могу. Вот правое слово. У женщин нескончаемая какая-то работа. Мы, наверное, за свою жизнь, кто-то мне говорил, приготовили цесерну. Ни больше, ни меньше. Знаете, что хочу сказать? Разбавила водичкой. Получается не очень красивый цвет, а не насыщенный. Я, может быть, сейчас подумаю, добавлю кусочек сливочного масла. Как забабахаю. Так, что дальше? А дальше то. Нарезала я, короче, лука репчатого. Не идет генеральный директор. И чесночка. Вот. И заправляю сейчас все оливковым маслечком. Кстати, что хочу сказать. Ой, это что-то так фигачит. У меня вот такая тоненькая была. Вот у другого масла прям была тонкая-тонкая. И вот здесь вот кружочек прям ель капала. А это такая же бутылка. Офигачит прям вообще. Что хочу сказать. Оливковое масло. Ну, вы, наверное, все знаете, что хранить в холодильнике ни в коем случае не нужно. Нужно его в темном месте, в шкафчике. Вот поэтому мы его сразу и убираем в шкафчик. Что-то нафигачилось. Даже вот эти краешки. Вот. Так. Ладно. Поэтому мы его сразу убираем в шкафчик. Так. И сейчас сюда, короче, соль, перец. Соль, перец отодвинул я вас. Это я убираю. Сейчас открываем нашего короля. Что у нас? У нас здесь все кипит, бурлит. Кипит, бурлит. Сейчас я вас поставлю. Вот. Но цвет мне не очень нравится. И поэтому я сейчас добавлю сливочного масочка. Масленку я достала. Вас заготить уже не буду. Переставлять сто раз. Туда-сюда. Туда-сюда вас переставлять. Вот. Вот так. И вот этот кусок маслечка я прямо сюда и зафигачиваю. Кашу маслом не испортишь. Ну, сейчас сразу будет видно, что цвет поменяется. Сейчас будет сразу видно. Ну, вот он сам, вот этот бульончик, девочки, он даже будет без прикрас, как называется, без прикрас. Даже просто этот бульончик полить рисок этой подливочкой. Ну, что говорить, здесь, если уже и сметана, и сливочное маслечко. Так. Ну, что, девочки? На этом, наверное, я свое видео заканчиваю. Дотушу я своего кролика. Говорю, минут 40, сейчас, скорее всего, час будут тушить. Вот. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И еще вам, еще вам сегодня был один пример обеда, ужина. Или вы что там хотите. Ну, здесь, конечно, есть будет нечего. Здесь вот просто подлива. А так вот эти, что говорить, косточки. Видите, как цвет поменялся сразу? В разы поменялся. Стал намного красивей. Все, закрываю крышечкой. Давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok